Фотографии, посвященные памяти Григория Андреевича Ричкалове. Памятник на могиле Григория Андреевича Ричкалова. С этим связана отдельная история. Дело в том, что родился он здесь у нас 9 февраля 1920 года. Но в 1930 году семья была вынуждена уехать. Тогда многие тысячи и тысячи семей сдвинулись с места в поисках какой-то спокойной жизни. Началась коллективизация. И так семья оказалась в поселке Бобровский, Сесердского района. Куда приехала семья из 6 человек. И все они похоронены на надпище, там, в поселке Бобровский. И он тоже. И после войны он, когда вышел в отставку, жил в Москве. И, может быть, похоронен там. Но он оставил такое завещание. Ну, завещание на завещание. Но всегда он добавил, что похоронили рядом с могилой матери. И поэтому количество этих шести могилок там на Бобровском задвижении было Григория Андреевича Ричкалова. Валерий, это из-за того, панки. Потому что это 90-й год. Времена были тяжелые. Но вот таким образом. Здесь педагоги, которые связаны с панелью. И, наверное, здесь, вы видите, наверное, узнание из этой религии, «Время и небо войны». Она посвящена 16-му молодейскому служительному полуку. Он был военом с начала, в отец и конца. И воспоминания о войне чрезвыруются у него с воспоминаниями о детстве и жилосте. И, собственно говоря, только из этой книги, но они у нас все-таки больше не знают. И поэтому подпись он приезжал туда, вышел в расставку. Всегда его замечательно принимали. И, наверное, самое памятное посещение. Это 17 апреля 49-го года устанавливается бюст на родине вашего героя. Обратите внимание, молодой красивый подполковник со своими друзьями детства, рядом с собственным памятником. Ну, видите, затруженики Зайковского района пришли приветствовать землях. А вот мама, она уже 66-й год, приехала посмотреть на памятник сыну. А вот эта фотография тогда же, в 49-м году. И мы увидим, что они пришли на прием к секретарю Зайковского райкома партии Верину. Ну, а дальше фотографии уже другого события. Это событие, ну, событие масштабное событие, потому что это ежегодно. Приехать вот, по-моему, в 77-м году, в 78-м году. Вот это стартовый пистолет. И этот пистолет в поведении принадлежит... Ну, вернее сказать, я не удержал его, как речка. Когда он был в старт, пройдет в 78-м году. А у меня последний пистолет, в 89-м году, через 5-й год, он встречает, хотя бы на площадь в доме. Тогда он много ездил по району. И вот, например, на данный запись на школе номер 2. Вм. он на его снарядный мемплицей школы, знаете, сколько было на наши дни. Ну, а здесь, в общем, он пройдет в районный пистолет. Пройдет продолжается. Сейчас он идет на улице, да? Проходит даже в 3 месяца. Называется память, я уже сказала, да, речка. Итак, и вот он, Игорь Александрович, ищет из Федики. Звезду героя получил в феврале 42-го года, а в июне 42-го года он погиб. Лобавил Ф. Константинович, он обнимал у нас, и в общем, любимый второй раз в 3-м году в Рождестве, в 3-м году, в 3-м году, в 3-м году, в 3-м году, как погиб в феврале 45-го года. Итак, вот 4 летчика и все реваные чпокрышки. А рядом с ним Григорий Андреевич Речкал. Николай Дмитриевич Гулавин. Замечательный летчик, о нем можно было бы много говорить, но он воевал в другом руку. А вот эти 3 летчика воевали в 16-м гвардейском авиационно-устребительном полку. Ну и вы видите, покрышки на Речкалах рядышком. В общем-то, это даже так символично, и не случайно, потому что они так и прошли рядышком всю войну. Попрышкин старше, он 13-го года рождения, и он вперед шагал по служебной лестнице. Вот он командует 1-й эстабрильей 16-го полка, потом Речкалов. Он командует 16-м полком, потом Речкалов. Он командует 9-й гвардейской авиационно-устребительной дивизией, но Речкалов будет командовать дивизией и играть после войны. Ну и они молодые, они амбициозные ребята. Опитые самолеты, это награды, почести, это в конце концов премии. Но тем не менее, боевая дружба прежде всего. И вот перед нами снова цитата из книги Речкалова. И вот последняя самая фраза давайте смотрим. Цените друзей, доверяйте им, делитесь, ну и делитесь. Участников войны, воспоминания собирали, все вроде где-то хранилось. А вот сейчас мы постарались все собрать в кучу, и знаете, получается совсем немного. Вот на темном фоне это те, о ком есть материал. То есть вот фотография и какая-то вот здесь надпись есть. Видите? А вот рядышком те, о ком кроме имен, книги памяти, уже ничего не осталось. Память ушла. Все-таки 74 года со дня победы. Видите, сколько много? И вот я совершенно уверена, в каждом населенном полке примерно такая же история. Казалось бы, все все знаем. А вот если конкретно посмотреть, очень мало мы знаем о том периоде. И поэтому вот эта акция «Бессмертный полк» мне кажется совершенно гениальной. А вот здесь те, кто воевал и повернулся. Ну, здесь, здесь вот уже текст. И здесь, конечно, нет таких, без своих историй, героев. 89-го года. Вот лётчик 55-го полка Киевский военный округ. Ну, и вы понимаете, что именно там и начнётся война. И с первых часов он уже в воздухе. На том самом биплане И-153, который я вам показывала, модельку этого самолёта, он истребитель. Но истребитель был хорош в 30-е годы. А в 41-м году уже есть мистер Шмидт. И вот эта «чайка», называли её лётчики, она отставала по всем показателям. То есть летала ниже, мощь боевого удара была меньше, да и скорость значительно меньше. Тем не менее, наши лётчики бросались в бой и сбивали мистеры. И уже на пятый день войны Речкалов сбил свой первый мистер Шмидт. Ну, а потом тяжелейшее начало войны самостоятельной роли авиация не играла, на штурмовые удары отправляли, как правило, истребители. Ну, и в конце концов, 26-го июля 41-го года, Речкалов был тяжело ранен. Настолько тяжело, в том, что вопрос стоял о том, удастся ли сохранить новую. Новую сохранюю в госпитале в Свердловске, он об этом напишет в книге. Но ограниченно вводят такое заключение, дали врачи. И вот, невзирая на заключение врачей, без документов, Речкалов весной 42-го года отправляется на поиски полка. Ему везёт, он полк находит, под Ростовом военного полка, с первого времени он получил звание гвардейский, стал 16-го. Его, конечно, принимают с радостью, но наказывает командир, пять суток проезд, а как же без документов его сайта, чек, полк. Он летает на самолётах Як-1МИК-3, но всё-таки любимым самолётом, самолётом, на котором он совершит все свои подвиги, будет американский истребитель Аэра Кобра, ПК-39. И вот он уже герой Советского Союза, это 43-й год, здесь уже улыбаться научился, если сравнивать с фотографией 42-го года, даже он после госпиталя. Это он уже летает на Аэра Кобре. 44-й год, он уже дважды герой возле своего самолёта. Ну, тут товарищи поздравляют его. Ну, а это вот листовка. В отсутствии телевидения страна должна была знать своих героев. Кстати, всего лётчиков, дважды героев, было 25 по окончании войны. Ну, не так много. Это всё уникальные лётчики. Пусть и не трижды герои. Так, ну и здесь у нас есть ещё письмо с фронта, написанное у него рукой, штурмонстрая линейка, планшет. Нашим детям сейчас очень интересно, как это планшет, а нажимать некуда. Ничего не отличается. Так, ну, может быть, такой планшет. И вот, наконец, награды Григория Андреевича Речкалова. Итак, медаль «Золотая звезда», орден Ленина и звание Герой Советского Союза. Он получает 24 мая 1943 года. Вообще, 1943 год был поворотный год в войне. И это было время Курской битвы. Ну, а в воздухе это была Кубанская битва. До двух тысяч самолётов столкнулись в воздухе. И впервые с начала войны наша авиация оказалась сильнее. То есть, научились наши и самолёты конкурентные выпускать. И воевать наши лётчики тоже научились. 16-й полк бился отчаянно. Шесть героев Советского Союза. Речкалов за полтора месяца боёв сбил 19 самолётов. Вторая звезда была получена им по указу от 1 июля 1944 года. Он уже командует 16-м полкомом. У него на счету 46 сбитых самолётов. Ну и смотрим. Ордена Красного Знамени. Ордена Красного Знамени ещё. Красные Свисты. Отечественные войны. Это особый орден Александра Невского. Ну, если не совсем растаете от жары, то я вам расскажу в конце, за что он его получил. Ну и это гвардейский значок. 16-й полк был гвардейский. Значит, лучшие 8 боевых юбилейных медалей. И сейчас с вами на наших таких не было ещё орудий. Вот в крыльях по два пулемёта под крыльями бомбы. Ну и кроме того, днище бронированное. То есть это такая мощная боевая машина. Вот здесь перед вами вылежит, конечно, бомб. Мы видим, что сбит наш самолёт. И лётчик сумел выброситься с парашютом, но ветром его занесло на позиции форсистов. И это такая нередкая была ситуация. И мы видим, что лётчик принимает бой. Но, очевидно, это будет последний бой, поскольку он с сильной и равной силой. Ну, мы тричкал ему в езду. У него были уже нынешние посадки. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok